Итак, господа, это что в главной событии сегодняшнего грандиозного турнира Беркут-2, спорта номер 10, трехраундовый поединок в среднем весе Весная категория до 84 кг, представляем спортсменов Спортсмен в ширину углу, ему 23 года Рост 185 сантиметров, профессиональный рекорд, 4 победы, 2 прожения Он представляет город-герой Москва в ширину углу Михаил Данков Его соперник в Красного Голу Ему 25 лет, рост 180-80 метров, профессиональный рекорд, 3 победы, 2 прожения Он представляет город-ростос на тону Красного Голу Анчо Кузьми Приводинка Станислав Новицкий Помню бои Артема Кузьмина в рамках турнира Prime Selection По-моему, он там шел не в рамках гран-при, а именно как отдельные бои, точно не вспомню И мне точно запомнилось его довольно эмоциональное поведение Ну, в ринге, там действительно именно в ринге проводились бои Здесь же он на родной земле И я думаю, это будет дополнительно еще его подгонять вперед И естественно, здесь от него многого ждут Это один из главных поединков, то есть со-главный бой вечера, естественно На него возлагаются большие надежды и тут же начинает он как раз-таки доминировать Вернее, переводит соперника и пытается улучшить позицию Да, ну и все знают о том, что если, соответственно, спортсмен представляет клуб Рот То переводить его в партер, ну, скорее всего, не так сложно Что, соответственно, сейчас Артем Кузьмин и делает Я это говорю потому, что у меня у самого сердце кровью обливается Когда я вижу, соответственно, этих спортсменов шикарного клуба У которого действительно отличный тренерский состав Но вот не по этой дисциплине Имея всего лишь, пускай, один пробел, да Они дают постоянное такое окно возможностей для своих соперников Здесь неудачная попытка Правильно сместился соперник Да, нельзя этот прием или очень сложно провести этот прием Если не находишься четко за спиной Это правда Еще туда засовывать Удар по корпусу, сбивая дыхание Иногда самому хочется приехать в Рот, посотрудничать Чисто вот год вместе поработать И вот чем-то полезного обменяться Артем Кузьмин, он боец такой, довольно эмоциональный, как я уже говорил А сейчас мы видим то, что Он в основном использует свое преимущество именно в давлении То есть он сбил и давит Не сказать, чтобы он как-то сейчас делает что-то особенное В плане контроля ног или в плане улучшения позиции Но вот этого давления, да А его оказывается достаточно А есть ручка! Ну-ка, 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 ну-ка Рычаг локтя Вот представитель рода Артур Пронин, который сейчас дебютирует в Беллатор Как раз большой мастер этого приема Действительно шикарно делает рычаги локтя снизу Я уж думал, что возможно как спарринг-партнер Как раз, кстати, та же весовая, по-моему Мог ему это подсказать, научить И выход-то был неплохой Не хватило фиксации Ой-ой-ой-ой-ой А вот это запрещенное действие Третья точка находился, да, это возможно Даже Артем сейчас извинился Понял, что поступил неправильно Объясню почему Потому что если спортсмен стоит на двух ногах То можно бить А если стоит на колене То бить нельзя Вот, поэтому рефери Станислав Новицкий Сейчас делает первое устное замечание Второе будет, скорее всего, карточкой Но мы надеемся, что не будет Карточка у нас в смешанных единоборствах Это минус балл Если желтая и если красная То, соответственно, поражение Устное замечание Бал не сняли Продолжается поединок Сейчас Долгов пытается поддавливать И пропускает Он на встречу И снова слева добавляет Кузьмин Внутри ловки от Долгова Да, что-что А ударная техника у Михаила Долгова Должна быть очень хорошая Но, видите, в силу того, что приходится Немножко опасаться проходов постоянно Есть определенная скованность Вот, если поймать расслабленность вот эту А то, я уверен, Михаил покажет себя очень хорошо Справа попадает Артем Кузьмин Да, Артем пока все делает отлично Придраться не к чему совершенно Да и не хочется Хорошо бьется Хорошо Сейчас работал Левый боковой На коротке Ой-ой-ой Какое жесткое попадание Кузьмин Долгова начинает добивать Очень жестко сейчас было И удар даже Эффект от него не сразу проявился Секунда еще прошла Надо, конечно, сейчас Михаилу сушить концовку этого раунда То есть, что делать Вязать Не давать работать Ну, он мужественно, кстати, сейчас встает Ага, есть еще один перевод Сейчас отрабатываю одну ногу Отключает Кузьмин 20 секунд у него до конца Да не факт, что сильно что-то большее получится Потому что времени все-таки мало 15 секунд Да, и сам он уже это в голове, наверное, держит Причем из угла ему подсказывают Не всегда есть смысл взрываться в такой ситуации Хотя вот здесь Нет-нет, от стены, видите, есть возможность защищаться Тем более, теперь Гард Слушайте, ну интереснее, интереснее Пока работает Артем Кузьмин Вот Какая-то несогласованность по времени У картинки и Референ Да, иногда такое бывает, да С самой концовки Несколько таких Эмоциональных ударов наносит Да и, мне кажется, довольно точных Точных и сильных Артем Кузьмин Честно говоря, нет у меня сомнений, что этот раунтон выиграл При том, что я москвич И, в общем-то, я логическим образом должен болеть за москвича И часть меня, наверное, так и говорит Другая часть напоминает, что Москва Это столица всего нашего большого отечества Вот И точно так же сопереживаю Артему Кузьмину Который честно показывает отличный просто первый раунд Очень разнообразно работает Вообще, локоть разворота Это не сказать, что сильно такой распространенный элемент А мы его с вами сейчас увидели И при том, что не просто куда-то в молоко воздух, да А ведь точно попал И рассчитал момент, когда И попал-то, что называется, не в блок, а вот Между рук Станислав Новийский сейчас Вытирает спортсмена Так, посмотрим, какие выводы сделал Михаил Долгов И как он изменит свое поведение во втором раунде Еще раз попробовал локоть с разворота В принципе, первый раунд дал основание так поступать Но, кажется, сейчас готов уже к этому Михаил Долгов Да, так, зарубились спортсмены Все удары прошли мимо, но было очень опасно для обоих Далекий очень проход Конечно, на коротке его делают Ну, там, с удара, к примеру, подобраться куда проще Но зато сейчас отзащищался от двойки И удар, корпус левый Опустили руки спортсмена Каждый удар становится опасным Вдвойне опасным благодаря этому И это средневесовая дивизион Здесь, естественно, тоннаж удара другой Тут уже все серьезно Да, очень Вспомните Михаила Алхвердяна Да Он был и в тяжелом весе, да, и сейчас выступает в среднем И он не один такой в истории смешных единоборств Мы помним даже историю одного спортсмена Который был и в тяжах, и в полусреднем весе И везде был успешным Кроме парадокса Как раз полусреднего веса Видимо, слишком много гонял И какие-то свои качества терял уже Ну, да, да Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ничего себе! Вот это попадание! Как жестко попало Аж болтануло Артема Кузьмина И Артем Кузьми вынужден был спасаться именно тейкдауном Неужели Неужели сейчас именно как раз и поменяется вся картинка? Ой-ой-ой, а очень может быть левый боковой, правый прямой И ответить тоже И апперкот тяжелый в исполнении Долгова Но не идет, не спешит добивать Ага, и вот сейчас попытка перевода Все может получиться Ага, есть Отличный перевод, красивый Да, в таком классическом стиле И боковой контроль выходит Артем Кузьмин Наверное, он хотел бы более энерго Ну, как бы это емко сделать прием Но не было возможности сделать вперед Пришлось бросать через себя А Михаил-то попал отлично Туда за ухо заложил Такой удар И действительно потряс Артема По крайней мере, все со стороны об этом говорило Есть гард То есть, соответственно, схватил обеими ногами Михаил Долгов Будут ли новые попытки рычага локтя снизу Первый раз было довольно опасно Хорошие удары в исполнении Кузьмина Именно, кстати, в этот момент Можно было пробовать делать Сейчас Михаил это дело чуть запоздало Но неважно Мы видим то, что Ну, как бы дает, в принципе, возможность выходить на прием Артем Кузьмин И пытается забрать спину Артем Кузьмин Но не удается ему это сделать А второй раунд интереснее Второй раунд интереснее с точки зрения интриги Оба бойца огрызнулись Оба имели отличные моменты Вот здесь попробовать рычаг локтя Как раз спортсмен на тебя и оторвался Немножко дает люфт и летит Как бы весом на тебя наваливается В этот момент, если подкрутиться Очень удобно Ну, сейчас уже поздно об этом Сейчас спортсмены встают Сейчас спортсмены встают Держит задний пояс Артем Кузьмин И будет ли новый бросок Он не обязателен Но держит Держит захват, держит крест И будет ли сейчас колено Да, будет колено И право-боковой на выходе Минута стала с руки по тебе Призывается рубиться у главы Артема Долгова его Артема Кузьмина А Михаил Долгов Да, Михаил Долгов, конечно Михаил Долгов пока кидает удары немножко мимо Оба они сейчас уже потеряли достаточно сил Перестают точно попадать Но есть ощущение, что по спортивному разозлился Михаил и хочет забрать свое в этом поединке У него для этого есть довольно много 27 секунд Для Куража это более чем достаточно Ну и логично, что Артем Кузьмин сейчас старается Подсушить концовку Вот это, кстати, аккуратно с этим Там тонкий момент, где действия запрещены, а где нет Я думаю, что так и закончится сейчас этот раунд То ли наши опасения, что спортсмены снова травмируют нашу аппаратуру То ли все-таки их усталость Сказались на том, что активных действий в самом конце этого раунда не было Но я уверен, они будут в самом начале следующего Потому что разозлить друг друга спортсмены успели Из зала кричат секундантам, что надо бороться Секунданты кивают и передают эту эстафету дальше Подсказывают это, как легко догадаться, для города Ростова-Мудону Артему Кузьмину Можно понять их? Действительно, достаточно вязать, наверное, во многом Переводить и так забрать этот поединок Евгений Гончаров тоже какие-то свои поправки просит передать, свои подсказки Ну мы ему верим, боец он опытный Вот так Передаем всем от него привет Махнул он, соответственно, рукой Ну и Артем Кузьмин Насколько он сейчас все эти подсказки реализует Давайте смотреть Александр Сидорин Бессменный тренер клуба Ро Недавно, кстати, тоже проведший свой профессиональный поединок Очень хорошо И, кстати, его выиграв Такой вратарь гоняла Тренер, который выступает сам Что-то он тоже наверняка подсказал Михаилу Долгову Посмотрим, кто из спортсменов услышал лучше Но тем временем очередной тейкдаун в исполнении Артема Кузьмина И пока что мы видим просто контроль его исполнения Очень интересное действие Сейчас Михаил Локтем сработал в плечо Кажется, это ерундой Но несколько таких попаданий могут вполне себе отсушить плечо А что это значит? Это значит всю руку Вот сейчас есть вариант попробовать встать и куртануть на подхвате Но свой вариант быстрее реализовывает Артем Кузьмин И пытается уйти в доминирующее положение Чуть было не заходит Нет Не хватает уже немножко сил Размен небольшой Да, а вот Долгову, конечно, самое время забирать свое Когда, если не сейчас Видите, в прошлом раунде попал он один очень хороший раз Кто знает, может быть сейчас получится второй Ой, колено какое классное Долгово Да, колено отличное, но только опять он оказывается у стены И снова его будут пытаться переводить Держит здоровый удар Михаил Да Вернее, Артем Кузьмин, но и Михаил тоже Да давайте сейчас, но оба держат отлично И вот сейчас есть попытка гильотины Здесь не за правильной руки Коротенький такой апперкот, очень точный В таком даже боксерском стиле Подготавливающих апперкотов Хорошо зашел Ну, собственно, вот он последний шанс что-то поменять Подходим мы к второй половине последнего третьего раунда Вот они лодки из клинча, еще колено Да, в такой тайской манере Михаил работает Продолжает, прессингует, тем не менее, пропуская удары Ой-ой-ой-ой-ой-ой Жесткое попадание Жесткое попадание в колено Второе добавлять Только хотел сказать, что тайский клинч Не так хорошо подходит для смешанных единоморов Как Михаил меня проверк Из последних сил держатся оба бойца Слушайте, ну Не хватает уже сил, да, Долгову Но пока хватает терпения Артему Кузьмину Такие жесткие попадания И он стоит, продолжает драться Сильно 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 и очень драматично Что же будет в итоге? Засушит он поединок? Сделает этот перевод? Ведь согласитесь Вполне вероятно Захвата взял неплохой Сил немножко не хватает Напоминает мне Джека Лондона С его рассказом «Любовь к жизни» Собственно, Джек Лондон сегодня с нами Вот лежит его книга Купленная мной в аэропорту Не скажу, что помогает комментировать Но впечатление настоящей мужской судьбы Есть как от Джека Лондона Так и от обоих спортсменов Здесь сейчас В нашей с вами клетке Ну действительно Вот это характер Вот это характер И очередная перевода от Артема Кузьмина Напропускал Откровенно Напропускал стойки Все равно сейчас занимает доминирующее положение И хватит ли запалах сейчас Михаилу Долгову Для того, чтобы попробовать снова встать Или все-таки сделать заготовленный рычаг локтя снизу Вопрос А время-то уходит Чуть больше минуты Да, и сил тоже-то нет На самом деле Ну-ка, 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 ну-ка Есть вариант выйти Пытается зайти Да почти зашел Да, почти зашел Артем Кузьмин Упустил эту возможность чуть-чуть в конце Все-таки отключил Михаил Долгов Очень-очень духовитый Очень конкурентный бой Держит Пожалуй, что до самого последнего момента И сейчас используя стену Неужели получится перевернуть? Нет, получилось улучшить позицию Немного Он занял Взял позицию гарда То есть схватил двумя ногами Вот отсюда очень тяжело сделать прием Который сейчас пытался сделать Михаил Долгов Амерфиста в исполнении Кузьмина Да, вполне себе проходит И последние 20 секунд подсказывают нам о том Что, скорее всего, местный спортсмен Артем Кузьмин Сейчас запишет на свой счет еще одну победу Очень тяжелую Очень тяжелую Очень волевую Очень непростую победу Которую пришлось вырывать зубами И борцовскими действиями Да, мы видим, как выражают друг друга уважение спортсмены Михаил Долгов показал себя отлично А Артем Кузьмин, по-моему, выиграл Вот то, что я могу сказать по поводу этого поединка Еще даже до объявления результатов Действительно, с обоих сторон Был очень жаркий, бескомпромиссный бой Да Действительно, будут его еще смотреть Пересматривать много раз И каждый раз он будет того стоить Отличный поединок Просто отличный Радуется местная публика У них схожие ожидания с нами Все готово для объявления победителя По итогам трех раундов Все судьи поставили оценки 29-28 Едино-два с нагрешением судей Один же на победу Михаил Долгов Да ладно Ничего себе Вот это да 29-28 Это значит, что два раунда выиграл он А один, соответственно, его оппонент Видимо, в силу-то ножа Видимо, в силу того, что сейчас действительно Судьи больше оценивают ущерб Больше оценивают Жесткие попадания Кстати, да Помните, мы с вами разбирали недавно Что гораздо больше сейчас Оценивают жесткие попадания Одно жесткое попадание Нежели, к примеру, три по касательной Вот что, возможно, стало причиной Такого результата Ну, наши поздравления клубу РОД Слушайте, ну, характер проявили Проявили Жестко поработали Жестко поработали Сейчас, я думаю, каждому будет что сказать Здравствуйте, Ростов Все, спасибо, что пришел покажем Ребята Ладно, ребята Спасибо, Викки, за то, что стали выступить Я взорвал курус Не смогу поблагодарить всех, кто хотел поблагодарить Просто хочу сюда Уже сделать то, что собрался Вероника, выйди сюда Мне тяжело сказать все, что я хотел сказать А что только одно сказать Честно говоря, в забу дыхание сперло Очень тяжело говорить Насколько Важный, трогательный момент Я думаю, что ребята На всю жизнь его запомнят И мы вместе с ними Что вы говорите, вы не слышали? Забирай своего чемпиона Победам в личной семейной жизни Успехов! Тоже немножко Ну, даже не знаю Почувствовали важность этого момента Оказались с ним причастны Спасибо ребятам за это